Здравствуйте, зрители канала Европлант Лайф. Мы вновь находимся в ботаническом саду Петра Великого. С нами младшинаучный сотрудник сада Мария. Очень приятно. И мы сегодня поговорим о рождественских деревьях. И хотим начать с самого древнего дерева. Дерево дохристианского периода. Дерево, которое видело динозавров. Не конкретно, конечно, эти. Но самые старинные голосеменные – араукария. Мария, я все правильно сказал? Правильно. Расскажите нам о тех деревьях, которые конкретно растут в ботаническом саду. У нас представлено здесь несколько видов. Наверное, то растение, которое чаще всего мы сможем встретить в продаже в магазинах, например, это араукария разнолистная. Растение нам больше знакомо в таком маленьком виде. Но в конечном итоге дерево вырастает достаточно крупных размеров. И можно у нас как раз такое растение крупное видеть. Здесь вот эта вот большая араукария, как раз подготовленная нами к празднованию Нового года. Для наших специальных экскурсий по новогодним растениям. Вот такие шарики красивые мы с вами на ней можем видеть. Вот таких вот размеров, иногда даже еще больше, может это дерево достигнуть. Мы, в принципе, такую араукарию можем держать в квартире. Возможно, ее купить и нарядить. Я понимаю, она не будет такая огромная. Но вот, например, такие небольшие экземпляры. Небольшие экземпляры, да, вполне можно приобрести, нарядить на Новый год. Это будет такая долгоиграющая новогодняя елочка. По той причине, что, действительно, если создать необходимые условия, будет достаточно влажно все-таки, необходимо опрыскивать растение. И более-менее прохладно, потому что это у нас субтропики. Здесь прохладно довольно. Тогда она прекрасно будет в комнатных условиях себя чувствовать. То есть, в принципе, она может жить долгие годы, а она не имеет какого-то быстрого роста. Она не станет через несколько лет огромным деревом, которое не поместится в квартире, и которое мы принесем в ботанический сад, чтобы высадить. Нет, естественно, можно ее рост все равно ограничивать горшочком. То есть, чем меньше горшок у нас, тем медленнее будет дерево расти. Тот же самый бонсай всегда для этого яркий пример. Ну, прекрасно. Значит, нужна прохладная зимовка, опрыскивание. И, в принципе, да, мы можем иметь дома такую небольшую елочку, которую сможем нарядить и им удивить своих гостей. Да, будет что-то, во всяком случае, необычное, экзотическое. И на несколько, ну, на продолжительный период времени вперед хватит. Слушайте, ну, у вас есть прямо очень большие экземпляры. Им, я так понимаю, очень много лет. Я знаю, что какие-то деревья, вот даже вот в этой оранжереи, они пережили блокаду. Есть такие растения. Конечно, большей частью у нас пережили блокаду, конечно, кактусы. Их больше сохранилось. Но здесь есть вот такая вот огромная араукария, араукария бедвила, как раз на которой можно видеть георгиевскую ленточку. Это вот растение, сохраненное в годы блокады. Растение-блокадник, можно сказать. Одним из символов Нового года в нашей стране являются, конечно же, мандарины. И поэтому мы не случайно оказались в павильоне субтропиков рядом с цитрусовыми деревьями. И мы хотели бы, чтобы Мария Ярославцева, младший научный сотрудник ботанического сада, рассказала нам немножечко о новогодних деревьях цитрусовых. Цитрусовые растения нам всем хорошо знакомы. Мы с вами все эти плоды любим, знаем. И действительно, еще с советских времен для нас мандарины – это символ действительно Нового года, праздника. Но не только в нашей стране любят эти плоды, но, естественно, родина – это Азия цитрусовых растений многих. Поэтому в Китае, например, тоже мандарины часто появляются на праздничном столе. Существует еще такая вот, когда можно найти в некоторых источниках информацию о том, что принято в Китае дарить пару мандарин друг к другу, приходя в гости. Поскольку созвучно слово пара мандарин по-китайски слово «золото». Вот такое пожелание богатства. По цвету в том числе. В Японии тоже используются мандарины. Существует такая небольшая композиция из двух лепешек рисового теста, и сверху кладется мандаринка. Называется это кагамемоти. Потому что вот такая тоже. И если мы говорим про другие цитрусовые, то кункват, например, тоже в различных именно азиатских странах используется как такое деревце красивое. Потому что растение небольшое, мелкие оранжевые плодики тоже ставятся как украшение стола на новогодние праздники. Спасибо. А что вы нам можете сказать по поводу выращивания цитрусовых в доме? Выращивать можно. На самом деле многие успешно выращивают. Прежде всего лимоны, конечно. Дома они себя чувствуют более комфортно. Но опять же мы с вами помним, что мы находимся в субтропиках. То есть опять же большая влажность, высокая необходима. Довольно все-таки хорошее освещение. И, конечно же, желательно более низкие температуры в зимний период времени. Какой-то специфический уход, возможно. Очень многие жалуются, что они покупают в магазинах лимоны, которые впоследствии, примерно через месяц, несмотря на уход, начинают умирать, сбрасывать цветы, сбрасывать листья. Вообще, если цитрусовые сбрасывают листья на зиму, это для них нормально? Для некоторых нормально, в зависимости от того, на что прививали это растение. То есть есть определенные цитрусовые, которые действительно у нас даже можно видеть. Некоторые лимоны, они практически с голыми ветвями стоят. Это для них нормально. Но те растения, которые мы в магазинах покупаем, чаще всего это производство Голландии. Поэтому растения эти выращивались с добавлением различных фитогормонов и так далее. Поэтому им еще нужно долгий период восстановления, скажем так. Потому что мы уже их не можем все время держать только на гормонах. Необходимо уже их как-то все-таки переводить на нормальную жизнь стандартную в наших квартирах. Поэтому все равно требуется и пересадка обязательно. Потому что в чистом торфе практически никакие растения расти не будут. Ну вот в котором они продаются. То есть, в принципе, после покупки в магазине их лучше сразу же пересадить в грунт. Вот этот легкий, да, мы поднимаем горшок, мы чувствуем, что он действительно легкий. Чаще всего это просто торф. Поэтому действительно необходим нормальный грунт. То есть, всю эту информацию тоже, как именно делать смеси почвенные для растений, все это можно в интернете тоже найти по уходу за растениями. И там каких-то особых проблем в этом нет. Мы продолжаем двигаться по ботаническому саду. И я обратил внимание, что вот тут деревце, с облетевшими листьями, украшено тоже шариками. Я так понимаю, что не случайно? Конечно, не случайно. Перед нами гранат. Растение, которое тоже можно считать условно, скажем так, новогодним деревом. Потому что в Греции существует традиция, когда глава семьи, выходя в новогоднюю ночь из дома, разбивает плод граната о стену дома. И если зернышки разлетелись достаточно на большое расстояние, это символ того, что в следующем году все будет хорошо. Ну, к сожалению, да, здесь плодов не появилось. Плодов, к сожалению, нет. Хотя этот гранат у нас цветет регулярно. Алые, очень красивые цветки. И вот крупное это дерево всегда у нас именно листопадничает на зиму, стоя с голыми веточками. Ну, вот возникает вопрос, возможно ли выращивать это опять же-таки в квартире, если даже в оранжерии оно выглядит не очень декоративно, мягко говоря. В квартире можно выращивать карликовый. Есть сорт нано, граната, у которого листики частично сохраняются. И он более компактный, поэтому вот этот сорт может быть домашним питомцем. Будет цвести и плодоносить. Ну, опять же, если будет хорошо со светом, со свещением, понять, что совсем в темной комнате цветение, скорее всего, будет сложно дождаться. Ну, это опять же-таки субтропическое растение. Да, ну, надо помнить. И ему нужно все, то, что касается цитруса, его, в принципе, касается и граната. Конечно. Все правильно? Да. Перед нами растение, которое называется падуб. Наверняка, если вспомнить различную атрибутику новогоднюю, к открыточке какие-то, салфеточки, календарики, то наверняка изображение этого растения все видели. Действительно, вот такие темно-зеленые листья и красные ягодки. Вот здесь вот они видны как раз на веточках. Растение, которое для католических стран является символом Рождества, Нового года. Часто там можно видеть венки, которые украшают дома. И, в принципе, веточки тоже ставятся в доме как украшение именно в период празднования Нового года и Рождества. Я смотрю, мы подошли к замечательным цветам, которые есть у большинства из нас в квартирах. Это шлюмбергера, она же зига кактус, и она же более известна под именем декабрист. Да. У вас тут очень большой выбор разных цветов. Да, разные по окраске, большое количество существует сортов, действительно яркие цветки. Иногда еще рождественским кактусом называют, не случайно, так что как раз цветет в преддверии Нового года, чаще всего в декабре. Только у нас она цветет в преддверии Нового года или в принципе это растение... Нет, в принципе она цветет примерно в эти сроки. Растение действительно очень эффектное, так что вполне тоже может стать таким своеобразным украшением новогоднего стола. То есть в принципе оно заслуженно считается новогодним, а не только у нас, поскольку в советские времена был достаточно ограниченный выбор растений. И я думал, что это типично исключительно для постсоветского пространства. Но она в принципе, я так понимаю, распространена везде. Нет, она распространена достаточно широко, и действительно можно сейчас массу самых разных найти вариантов по оттенкам. Большой достаточно выбор. А вот интереснее было бы послушать, наверное, про пуанцеттию. Она достаточно недавно у нас появилась в магазинах, хотя как новогодний рождественский цветок, она в принципе распространена в Европе также. Она в Европе и в Америке, она известна очень давно. Из Мексики ее привезли впервые в Америку. И как раз таки дали ей из-за вот такого внешнего облика интересного, то что вот прицветники, да, не лепестки, прицветники ярко окрашенные, которые здесь можно видеть. Их расположение напоминает по форме звезду. Отсюда и название рождественская или вифлеемская звезда. Действительно очень эффектно, но в наших, наверное, условиях это такое действительно одноразовое тоже растение, потому что это растение короткого дня и с ним довольно сложно в домашних условиях. То есть оно не субтропическое? Нет, это субтропики, это вот Мексика, Центральная Америка, родина этого растения. Ну, опять же, просто есть много нюансов по уходу. То есть перезимовать оно, в принципе, в квартире не сможет после того, как оно отсветет? Ну, выглядит оно потом не очень презентабельно. Не очень презентабельно. Более вытянутые побеги, да, как правило, прицветники тоже будут не такие крупные по своему размеру. Поэтому то, что вот мы в магазинах приобретаем, конечно, можно попробовать его вытянуть дальше. Ну, именно вот из-за того, что растение короткого дня, нужно определенные промежутки, чтобы было освещение и, собственно говоря, темного времени суток. Поэтому довольно проблемно с ним дома. Ну, вот сколько оно простоит в квартире? Если хватит ли его на все новогодние праздники? Если мы, допустим, его приобретем сейчас, то есть оно будет хорошо выглядеть и на католическое Рождество, и на Новый год, на наше Рождество, на Старый Новый год. Может быть, дотянет до 23 февраля даже, нет? Нет, но на 23 февраля не факт, что дотянет. На самом деле в квартирах проблема будет в том, что она довольно быстро осыпет лист. И опять же, мы помним про то, что растения эти жили на гормонах. Поэтому тоже оно до Нового года, наверное, дотянет точно. Ну, можно попробовать в срезке, поэкспериментировать. То есть, в принципе, оно в срезке будет стоять? Да, но так как оно относится к молочаям, это растение имеет блячный сок, то есть тоже нужно сначала пустить в горячую воду, а потом уже ставить в вазочку. И быть, наверное, с ним осторожным, поскольку все молочаевые, они достаточно ядовиты. Да, все молочаевые, да, все они ядовиты, поэтому, особенно если есть животные или дети дома, то держать ухо востром. Спасибо. Кодоматсу перед нами. Композиция тоже достаточно интересная, которую часто можно видеть в Японии перед входом. В дом ее устанавливают. Композиция такая обычно парная. И классические растения, которые для кодоматсу используются, это бамбук и сосна. Потому что вот как раз здесь можно их видеть, вот бамбуковые стволы, соломинки, да, так называемые. И, собственно говоря, здесь у нас вот срезана сосна. Иногда добавляют еще веточку цветущую какого-то растения, да, близкого нашей яблони. Это может быть вишня, слива, персик. Но здесь, так как у нас сейчас зима, у нас эти растения не цветут. Поэтому просто вот в качестве вот такого яркого акцента цветового здесь вот просто искусственные такие ягодки поставили. Сейчас мы остановились у совершенно необычного варианта новогоднего растения. В принципе, я даже не подозревал, что можно подобное растение использовать как елку. По сути, мы же ищем какие-то замены суррогатой альтернативой елке. Ну, вот растение под названием метросидрес совершенно просто необыкновенное. Мария, расскажите, почему мы вдруг остановились у него в качестве новогоднего дерева? Действительно, растение необычное, потому что мы все-таки привыкли к тому, что нужно искать действительно что-то напоминающее елочку. Здесь же перед нами лиственное дерево, достаточно крупное. Назвали его новозеландским рождественским деревом не случайно, потому что оно очень красиво и эффектно цветет. Как раз в тот момент времени, когда у нас с вами зима, в другом полушарии лето, и оно покрывается ярко-красными цветками, красивыми, которые состоят из длинных, эффектных и ярко-окрашенных тычинок. То есть, действительно, выглядит оно очень нарядно, очень празднично, поэтому не случайно стало в этой местности символом Нового года и Рождества. А скажите, насколько возможно такое растение держать в квартире? Здесь я понимаю, что какой-то очень старинный экземпляр, судя по стволу, которому очень много лет. Ну, это дерево, да, достаточно возрастное, но этот экземпляр у нас, к сожалению, не цветет. Все равно режим освещения немножечко не тот. У нас все-таки не Австралия, зимой у нас довольно темно. А вот уже различные гибриды, которые появились чуть попозже, они у нас цветут. Не так, конечно, обильно, как в Австралии, но можно иногда видеть у нас и эти растения цветущими. Дома, опять же, тоже прохладная зимовка и хорошее освещение. Ну, то есть, в принципе, можно, конечно, если мы вдруг встретим где-то в магазине Митросидрос, купить его и попробовать выращивать. И даже, возможно, рассчитывать на его цветение на Новый год. Да, можно. Сегодня мы с Марией рассказали вам о нескольких новогодних деревьях, которые представлены в оранжерее ботанического сада. Конечно, это далеко не все. Это только малая часть из того, что, в принципе, люди наряжают по всему миру. От вас мы хотели бы также услышать, что наряжаете конкретно вы. Возможно, в своих путешествиях вы видели что-то необычное, о чем могли бы мы рассказать в каких-то других дальнейших сюжетах. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Мы очень надеемся, что вам было с нами интересно. Вы были на канале Европлант в Ботаническом саду. Спасибо.